Ко второму чтению бюджета депутаты подготовили больше 200 поправок. 169 из них, в основном редакционного характера, приняли разом. В итоге несколько увеличились расходы на следующий год и, соответственно, сам бюджет будет более дефицитным. Бюджет сам по себе очень трудный, потому что порядка более 60% бюджетных средств – это вопросы социальные. Впрочем, самая весомая статья расходов – общегосударственные вопросы. Ответом на них станут почти 25 миллиардов рублей. Следом идут экономика, социальная политика, здравоохранение и образование. В хвосте – экология и массовый спорт. В итоге в следующем году в республиканскую казну должно поступить 128 миллиардов рублей. Расходов же запланировано на 3 миллиарда больше. Бюджет города Набережной Челны – 4,6 миллиарда рублей. Бюджет футбольного клуба «Рубин» – 4,6 миллиарда рублей. Немногочисленная, но заметная фракция КПРФ тоже традиционно подготовила множество поправок в бюджет, смысл большинства из которых сводится к увеличению расходов на социальные нужды. Предложения столь же традиционно начали отклонять. Чего мы устраиваем к лаунаду по поводу того, что мы отказываем от улучшения больницы? Кто из нас против, чтобы наши больницы лучше оснащены? Или поликлиники и сельские? Надо честно сказать, у нас вот столько денег, из этих денег мы выбрали те направления, которые соответствуют тому движению, куда идет в целом страна и мы. Я не имею права так, как председатель государственного совета, сказать, снимите все поправки, денег нет, до свидания. После того, как депутаты отклонили все 36 коммунистических поправок, главный финансовый документ республики на ближайшие годы был принят во втором чтении, а уже к вечеру и в целом. Так что в ближайшие дни бюджет 2013 отправится на подпись к президенту республики. Антон Райкштад, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».